Привет всем! Коронарная ревоскулиризация значительно улучшила выживаемость пациентов с инфарктом миокарда. Ученые и врачи успокоились, но более близкий взгляд на зону инфаркта показал, что не все так хорошо, как мы думали. У многих после успешной коронарной ревоскулиризации развивается приличных размеров послеинфарктный рубец, который приводит к развитию тяжелой хронической сердечно-недостаточности и в результате качество и продолжительность жизни пациентов становится хуже. Поэтому научные усилия начинают сосредотачиваться на более глубоком понимании воздействия коронарной ревоскулиризации на образование послеинфарктного рубца. Можно лишь представить, сколько денег будет потрачено на эти усилия в ближайшее время. Я предлагаю взглянуть на проблему с позиции неосложненного и осложненного заживления инфаркта миокарда, механизмы которого я ранее описывал. В контексте этих механизмов коронарная ревоскулиризация приводит к развитию реприфузионного синдрома с гиперреактивностью воспаления в зоне инфаркта. В результате гиперреактивности некротические процессы в зоне инфаркта ускоряются, а процессы восстановления, замены некротизируемых тканей соединительной тканью задерживаются в результате их десинхронизации, что и приводит к увеличению размера рубца. Чем больше гиперреактивность, тем больше степень десинхронизации, тем больше размер рубца и тем выше риск формирования аневризмы сердца. Следовательно, получается, необходимо следить за воспалительным процессом в области зоны инфаркта с обеспечением условий, при которых оно бы не становилось гиперреактивным. Существует много инструментов, доступных для удержания воспаления в пределах нормального диапазона реактивности, включая нестероидные и стероидные противовоспалительные препараты, противовоспалительные препараты лейкотриенов, бета-блокаторы и иже с ними. Если тема заинтересовала, больше читайте в моих книгах и смотрите моих видео. Всего вам наилучшего!